В актовом зале Рязанского медуниверситета нет свободных мест, даже для тех, кто согласен постоять. Еще бы, этого события родственники и близкие ждали долгих шесть лет. 284 выпускника надели заветные мантии и шляпы, экзамены и годы обучения остались позади. Вручение дипломов выпускникам лечебного факультета ознаменовало окончание сложного и важного этапа в жизни будущих врачей. Мы все прошли очень долгий путь, шесть лет обучения, это было непросто для всех нас. И, конечно, мы все очень рады, что мы, наконец, заканчиваем университет, и многие заканчивают его с красным дипломом. И, несомненно, мы все очень рады. Понимаете, это призвание. То есть, если есть желание стать врачом, то здесь уже не играет никакой роли бессонные ночи, ни трудности. Просто, если ты видишь цель, нужно следовать ей. 90% выпускников лечебного факультета востребованы на рынке труда. Такими показателями может похвастаться далеко не каждый вуз. Согласно общероссийскому мониторингу эффективности вузов, Рязанский медицинский университет входит в семерку высших учебных заведений, выпускники которых трудоустроены почти стопроцентно. Один из залогов такого успеха – тесное сотрудничество вуза с правительством области, Министерством труда и социальной защиты населения и Министерством здравоохранения. Благодаря этому в вузе ведется целенаправленная подготовка специалистов по востребованным направлениям. Мы увеличиваем пока в настоящей перспективе количество мест на педиатрическом факультете. Потому что педиатры нам нужны. Растет набор на лечебный факультет. Востребованность специальностей и конкурс среди абитуриентов он традиционен. И на текущий момент действительно лидирует опять же лечебный факультет, стоматология, педиатрия. Посмотрим, как будут догонять другие специальности. Но на самом деле активно кампания стартует вот именно на этой неделе. Именно в Рязанской области прошли выпускные, как и в других большинстве регионов наших сопредельных. И ребята сейчас начинают активно ехать. И вот действительно уже сотрудники приемной комиссии практически до обеда только принимали, принимали, принимали всякий перерыв. Год из года вуз динамично развивается. Каждый курс получает новые знания. Вместе с 63-м выпуском лечебного факультета дипломы получают первые выпускники среднего специального образования. Специальность медсестры для медицинского университета новая, но востребованная. Как на рынке труда, так и среди абитуриентов. Профессия медсестры, как я считаю, тоже ответственная профессия. И не меньше, чем врач, медсестра делает для больных. И я с детства хотела поступить в медицинский университет, хотела учиться именно здесь. И наконец-то моя мечта сбылась. Я отучилась. Теперь буду помогать людям. Профессия медсестры – это необходимая и самая гуманная профессия. Я считаю, что помогать людям – это необходимо. Примером является для меня мама, которая проработала в этой сфере всю свою жизнь. И на ее примере я тоже захотела быть медицинской сестрой. Выбор девушек не случайен. Исполнить мечту или продолжить семейную традицию дорогого стоит. К тому же, окончив отделение сестринского дела, они смогут продолжить обучение. Первый шаг к освоению этой профессии – это именно медицинская сестра. И потом ребята уже, пройдя подготовку на эту специальность, они уже могут поступать в наш вуз на высшее образование. То есть продолжить обучение или по сестеринскому делу бакалавриат – это также высшая форма обучения. Или выбрать любую медицинскую специальность. Пока счастливые выпускники получают дипломы и приносят клятву Гиппократа, в холле университета собираются очереди. Абитуриенты, которые пока только мечтают о студенческих буднях, подают документы. Семья комиссия у нас начала работать с 19 июня, и сейчас полным ходом идет прием документов. Документы мы принимаем на специальности высшего образования. Это лечебные дела, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело, фармация и клиническая психология. И на специально-среднему профессиональному образованию – сестринское дело. Прием документов у нас продлится по 24 июля. Это для тех ребят, кто имеет результаты ЕГЭ. Те, кто поступает по нашим внутренним испытаниям, у них прием документов до 10 июля. И с 11 июля уже начинаются наши вступительные испытания. Но это не все могут уйти на наши вступительные экзамены. Это только те, кто имеет среднее профессиональное образование, дети, инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Уже в первые дни работы приемной комиссии на некоторые факультеты появился конкурс. Наиболее популярны среди абитуриентов стоматологические, педиатрические и лечебные факультеты. Когда-то сам ректор РГМУ Роман Калинин оканчивал лечебный факультет. И, по его словам, с тех пор многое изменилось. Сохраняются традиции, появляются новые веяния, но неизменным остается одно – престиж профессии и гордое имя выпускника медицинского университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова